Приветствую вас. Аноним прочитал ваш текст. Давайте мы с вами для начала пройдемся по общему впечатлению. Значит, можно очень много и долго говорить о том, как работают чувства и что с этим происходит, с чувствами. Как реагируют на чувства мужчины, как они потом, что они с этими чувствами делают, вот. Очень много можно об этом говорить, но будет ли это психологической работой, будет ли это психотерапевтической работой, к сожалению, нет. Не будет. Можно назвать это около психологической работой, но нельзя это назвать психотерапевтической и профессиональной деятельностью, потому что эта работа не с вами конкретно. Понимаете? Весь ваш вопрос, по сути, про чувства. Весь ваш вопрос, по сути, про него, про мужчину. Хотите его понять. Вы хотите понять его. Вы хотите, возможно, получить подтверждение того, что есть надежда на то, что ваши отношения можно восстановить. Это гадание. А в действительности, в действительности, вы не можете понять себя. В действительности вы не можете понять себя и своих чувств. В действительности есть некая какая-то проблема у вас. Что это за проблема, можно только гадать. Может быть, страх в близости, может быть, детская игра. Ты приближаешься, я отдаляюсь, ты отдаляешься, я приближаюсь. Что очень похоже. Можете посмотреть об этом в интернете. Ну вот. Неизвестно. Вы написали очень много про него, но ничего не написали про себя. Ничего не написали про свои, как бы, чувства. Ну, помимо того, что у вас они появились, помимо того, что вы его любите, помимо того, что он вам нужен. И помимо того, что вы смогли достичь того уровня любви, когда человек отпускает и действительно от него ничего не ждете, это очень здорово. Все. Больше вы ничего себе не написали. Работаем-то мы с вами, а не с молодым человеком. И даже чувства, которые вы испытываете, чувства, которые вы описываете в своем тексте, они могут быть совсем не такими. Они могут быть другими, они могут быть совсем иными. Вы этого даже не замечаете. Можете не заметить. Поэтому первое впечатление от вашего вопроса, то есть вы не можете понять себя, не можете понять свои чувства, не можете отпустить человека. Второе впечатление, это то, что, ну, может быть, это первое впечатление очевидное, а второе впечатление уже, на мой взгляд, не такое очевидное. Что да, вы определенно любите его, вы определенно любите его достаточно сильно, это определенно хорошее чувство любви, которое вы испытываете. Но при этом это не совсем чистая любовь. То есть она не чиста. В ней есть примеси. В любви. Есть примеси потребностей. Чего-то, в чем-то. Нужно разбираться в чем. Это вот второе впечатление. Теперь давайте разберем ваш текст. Могут ли брать эти чувства, если ты была для него девочкой мечты, его первой настоящей любовью, о которой только пишут в книгах? Могут. Да. Могут. Со временем. Могут. Могут. Потому что первая любовь, это, как правило, идеализация. Вот. И, соответственно, когда человек перестает идеализировать, как правило, уходит любовь. Как правило. Уже второе и последующие чувства, вторые и последующие чувства, они не связаны так с сильной идеализацией, если это здоровые чувства, здоровые отношения. Так. Предыстория. Знакомились в 2011 году. Мне было 20 лет. Ему было 19. Парень военнослужащий учился на свете сам родом из Екатеринбурга. Так. Ну, вот вы пишете, познакомились в 2011 году. Хорошо. Что нас связывало? То есть, по поводу чего познакомились? Ну, то есть, познакомились, что познакомились, понятно, что указывало за вами, понятно. А общего-то между вами что? Что вас объединяло? Какие были общие интересы? Как вы его воспринимали? Как он воспринимал вас? Вот вы говорите, что... Так. Он был просто другом, с которым приятно проводили время. Хорошо. Что это было за время? Как вы приятно это время проводили? В чем заключалось времяпровождение? Были ли это действительно общие интересы ваши? Или это было просто вот, не знаю, организация досуга, структурирование времени, как называют, как это называют в психологии? Или что? Подумайте. Дальше. Так. Несколько лет за мной ухаживал, любил до невозможности, предлагал выйти за него замуж, но я не отвечал за именно взаимностью. Но меня не оставляет впечатление здесь какого-то несерьезности. Вот. Что значит, любил до невозможности? Любил до невозможности? Окей, хорошо. Но замуж предлагал, с учетом удовольствия у вас не было отношений. Наверное, вы сами чувствовали, что что-то в этом есть несерьезно. Что это, опоздали сейчас. И не воспринимали, поэтому его всерьез. Может быть, были какие-то другие чувства, не знаю. После окончания учебы, летом 2015, он улетел служить по контракту во Владивосток. И только спустя столько лет, ко мне пришло осознание того, что именно с этим человеком я хочу построить свое дальнейшее жизнь. Понимаете, а ранее мы... Вы ведь в то время были одна. Как мне подсказывали... Как мне кажется. У вас не было отношений с мужчиной. Подумайте. Подумайте. Вы воспринимали его как друга, с которым приятно проводили время? Да? Что вы думали об этом? Что вы думали о своей личной жизни в этом контексте? Наверняка вы думали о своей личной жизни в этом контексте только то, что вы встретите своего мужчину. Что вы не будете одного. С чем связано осознание того, что именно с этим человеком вы хотите построить свою дальнейшую жизнь? Ведь... Звал к себе, но родители меня отговорили ехать. Вот. Перенос ответственный. Родители отговорили. Нет. Не родители. Вы сами. Вы не захотели ехать. Почему вы не захотели ехать? Это вопрос. Это вопрос интересный. Но родители здесь не при чем. Ужигать вопрос. Сразу. А как часто вы прикладываете ответственность на других людей? Для чего вы это делаете? Что вы от этого получаете? И так далее. Виделись, когда он летел в отпуск проездом через Москву. Мы гуляли, общались и только теперь начали оставаться вместе и ночевать в отеле. Для этого у нас с ним постели не было. С чем это связано? Ну. Что вы стали с ним ночевать в отеле. С чем это связано? При встрече об отношении к чуду никто из нас не говорил. Я ожидал, что он снова начнет меня добиваться, поправил к себе жить, но все еще не так. Вы ждали. Что он будет вас добиваться. Что он позволит вас жить. Как это связано с любовью? Нет, я верю в то, что вы его любите сейчас. Я верю в то, что у вас с ним чувства есть сейчас. И я вижу, что это достаточно смертные чувства. Но как эти чувства связаны с тем, что вы ждали, что он снова начнет вас добиваться, созвать к себе и так далее. Ведь вы, получается, хотели этого. И хотели бы этого для себя. Если бы у вас была любовь, вы бы сами заговорили об этом. Сами проявили бы как-то себя. Любовь-то проявляют, а не ждут. Оказалось, все встречи в Москве были для него для того, чтобы понять, общались ли у него чувства. Откуда вы это узнали? Потом он решил для себя и ответил мне так. Между нами ничего не будет. Я так решил. И серьезные отношения с другой женщиной. На место буду строить. А вот, знаете, Человеческие чувства, они противоречивы. Поэтому и ответ вам тоже будет дан противоречивым. Отвечая, забегая чуть вперед и отвечая на ваш вопрос, который вы задаете далее, я скажу так, что чувства к вам у него остались. Но он не позволяет себе их выразить. Запрещает их себе. И для вас это все равно, что чувств нет. То есть какая вам разница, есть у него чувства или нет, если он их себе запрещает выражать? Какая разница, хороший человек или плохой, если он убийца? Ну, он убийца, и вам не важно, хороший он человек, что у него хорошего. Вы же этого не видите, это же никак не влияет на вас. А знания? Ну, знания здорово, но на знания далеко не уедешь. Вы именно в этом контексте. Согласны? Почему я так сказал? Да? Потому что, потому что, если бы он четко знал, если бы у него не было чувства, ему бы не потребовались бы эти поездки. Не требовалось бы ничего. Он бы сразу сказал, да прости, у меня чувства к тебе прошли и все. Ну, как бы. Согласны, даже не стал бы ничего говорить. Просто своим поведением показал бы вам это. А так, он снова и снова приезжал, чтобы понять, остались ли у него чувства. А так не работает. Отсутствие чувств понимается сразу. Если приезжал, значит чувства были. Просто он себе по ряду причин, еще раз, их подавлял. Почему подавлял? Это тоже вопрос. К нему. Еще раз повторюсь, для вас не имеет никакого значения, есть у него чувства или нет. Для вас, если бы не имеет значения, то что он их выражает так. Он выражает их так, вам ну не наталкиваться от этого. И думать о себе, потому что, если я правильно понял, вам сейчас двадцать... Господи, сколько вам лет? Ну, двадцать шесть, двадцать семь, где-то так. Кхм. Вот. То есть, как бы, ну вам надо строить свою жизнь, да? Я это хотел сказать, сказать, сказать. Так, а потом он решил, так, я очень сильно убивался и писковал. Из-за чего? Вот знаете, убиваться и писковать, это не проявление любви. Любви здоровой, по крайней мере. Понимаете? Это не проявление любви. Это проявление ототребности. Да, вам было и вам грустно. Было бы от того, что он так сказал. Да, вы испытывали бы грусть. Но эта грусть была бы светлая. Эта грусть была бы понятна. Ну, по типу того, что вы написали в конце. Что вот ему сообщили. По типу такого. Но то, что вы сильно убивали пискование, говорит скорее о том, что вы хотите. Чем вы нуждает. А не о любви. По его отношению было видно, что он не хочет продолжать общение. И сказал, что у него нет ко мне чего. Но он опять же. А? Не говорят людям о том, что у них нет чего. Они поступают. Так. Так, последний раз мы переписывались 8 месяцев назад. 25 марта. Я поздравляю его с днем рождения по WhatsApp. По реакции, понимаешь, думаю, приятно удивлен. Даже не ожидал. Возможно, у него был какой-то кризис. Оказалось, буквально через 3 дня он летит в отпуск. Вот. На вопросе видимости ли он не давал конкретного ответа. Теперь это время будет. Потому что на обратном пути он прилетит в Москву с другом. Ага. Вот мне интересно, ваше помидорство. Здесь. Мужчина сказал, что что-то у него нет, общаться не хочет. Вы поздравили его с днем рождения. Выяснили, что он летит в отпуск. И за этим вопрос встретимся. Зачем? Восемь месяцев прошу. Восемь. Зачем? Так. Месяц был в отпуске. Я 27-го или 28-го апреля буду в Москве. Я 27-го у друзей или 21-го свободен. В общем, друг не смог поехать. Весь день он смог провести со мной. Мы договорились от речи, но приписка он спрашивал. У меня уверен ли я в том, что хочу увидеться. Почему? Спрашивал. А? Потому что знал и чувствовал, что у вас к нему другое отношение. А он не готов вам ответить за им все. По ряду причин. Не важно. Боится близости, боится ответственности. Там не хочет более чего-то еще. Не важно. Не хочет. Не хочет. Не может дать вам то, что вы желаете. Вот. Вот и все. Поэтому он говорит, что не хочет быть объектом страданий. Это правда. Именно отсюда его вопрос. Как договорились, 28-го апреля, день встречи. Он в 7-й часовой драмы начинает мне писать в WhatsApp. Во сколько увидимся? Ну, то есть, как только вы человеку дали гарт-бланш, как только вы человеку показались, что никакой ответственности ничего нет. Ну, он сразу почувствовал себя свободно. Сразу почувствовал себя свободно. Вот. Значит, далее вы описываете, значит, историю, да, что в 7 часов он начинает мне писать. Девять он звонит, разбудил меня. Мило пообщались, да. То есть, как бы, человека явно к вам тянет, да. Вот. Ну, после того, как выяснилось, что никакой ответственности ничего нет. То есть, можно свои, собственно, желания, да, реализовать. Вот. Вот. Перед встречей очень крепко меня обнял. Он сказал, что красивая, да. То есть, ну, тут, как бы, понятно все, я думаю. Дальше пошли забронировать ему номер в отеле. Понялась, что он снова хочет остаться со мной до утра. А вы? Он так хочет, потому что вы дали ему гарт-блан. А вы? В общем, весь день мы привели вместе. Была чудесная погода. Вечером пошли в бар, выпили немного пива, покушали. Видимо, под легким действием алкоголя, бокал пива. Ну, я, конечно, не знаю, но мне кажется, что на взрослого, здорового, сильного человека, который служит бокал пива, не должен иметь вообще никакого действия, если честно. Скорее всего, скорее всего, мы для мужчины это был план. Он все спланировал. Очень похоже на план. Вот. Ну, и, соответственно, ночь все было здорово, да. То есть, это вот то, что он может выделить только без какой-то ответственности. Вот. Он был нежным и ласковым, однако на утро он снял с себя весь свой романтический флер. Передо мной был снова строгий, здоровый военный, снова была надета маской непробиваемого альфа-санца, не желающего никакой нежности. А вы думаете, человек случайно пошел в армию? Это первое. Второе. А таким вы его не принимаете? Третье. А чего вы ожидали? Почему вы говорите романтичный флер? Вот. Когда я спросил его, ничего ли не поменялось в отношении ко мне, он ответил, я сразу сказал тебе, чтобы ты ни на что не надеялась, мы просто хорошо провели время. Ну, тут может быть и обидно, тут может быть и что-то еще, да, страх ответственности, может быть чувство вины перед другой женщиной. Вот. Не важно. Мне казалось, он хочет быстрее сбежать, чтобы только я не начала говорить о своих чувствах, он очень не любит затрагивать эту тему и еще боялся, может, что я заплачу, на что-нибудь придется, я успокаиваюсь и так вот. Ну, военные вообще не любят говорить о своих чувствах. То есть, я еще раз повторяю, человек не на пустом месте пошел в армию, это значит, что чувство у него там явная беда, что он не позволяет себе их выражать. Вот. И, возможно, у него, как у военного, у мужчины военного, у русского мужчины военного, есть принцип, что, если женщина одиннадцатой тебе отказала в чувствах, да, то она отказала в супручестве, в замузестве, в женипе, точнее, в женипе. Вот. Что, значит, ей доверять нельзя. Да кто знает, какие стереотипы руководят мужчины. Важно то, что он вас всерьез не воспринимает. То есть, вы ему дороги, вы ему ценны, это видно, но всерьез он вас не воспринимает. Вот и все. Вот. Не теряйте в жизни, что в тюрьму должна была замуж. Но это скорее, знаете, это скорее желание, чтобы вы уже были заняты, чтобы не соблазняли его, не давали надежду. Вот. Ну и, соответственно, вы пишете ему сообщение, да, в общем, которое очень хорошо отправляет ваше чувство. Это здорово, это чувство зрелого человека. Это зрелый чувство зрелого человека, если, конечно, вы так это все чувствуете на самом деле. Вот. Также очень здорово, что вы не ожидали от него ответа. Вот. Я думаю, что он что-то отметил. Вот. Просто сейчас я сказал, что это истинно словами или номеркуми. Ну, во-первых, дадим ему время, да. То есть, я думаю, что после таких слов мужчине в любом случае нужно время для того, чтобы это все переборить. Вот. То есть, я не знаю, как давно вы написали это ему. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, я думаю, что вряд ли это закон закончится так. То есть, еще одна встреча будет как минимум. Вот. Как выяснилось, все разы, когда он ко мне прилетал, он пытался понять, остались ли чувства. Но я вам об этом уже сказал. Если он не отказывается категорично отстричь, может ли он начать, что чувства где-то в глубине Ошали, в душе остались? Да, может, только для вас это ничего не значит. Так. Это просто ваше стремление убедить себя в том, что ваши отношения можно восстановить. Вот. Он живет с девушкой, которую не любит. Тут моментов два. Да. Либо он себя наказывает, либо он просто ее использует. Разверившись, как бы, в чувствах. Боять боли. Говорить ему очень просто друг, который занимается домашними делами, разделяет его интересы в жизни и постели. Ну, а вам не напоминает это ва-вас же ваше поведение, которое вы проводили по отношению к нему в начале? За время отпуска они даже не виделись, а должны были, то есть как бы, почему вы решили, что они должны видеться в отпуск? Я начинаю думать, почему люди, которым хорошо вместе, тратят свое время на тех людей из-за принципов, из-за стереотипов, из-за невозможности выразить свои чувства, из-за непонимания своих чувств, из-за противоречий, из-за страхов, из-за чувства вины, долга, ожиданий других людей. Мне кажется, что мы оба несчастливы, и оба просто прожимаем жизнь в пустую, занимаем свободное место, свободное время и пустоту в душе, работой, какими-то делами, хотя могли бы быть вместе и, возможно, все наладить. Вы говорите только про себя. За него говорить вам явно не стоит. У мужчины свой путь, своя жизнь, и еще не известно, как у него там все складываются с другой женщиной, поэтому не надо говорить за него. Что касается вас, то если вы не счастливы, как бы по одиночке, то это означает, что другой партнер должен вас осчастливить. Это, конечно, хорошо, что он с ним чувствует себя счастливой, но так будет не всегда. Счастье проходит. А ощущение счастья, желание счастья, потребность в счастье остается. И если вы сами не отвечаете за свою потребность в счастье, то в отношениях от своего партнера вы будете за временем требоваться больше и больше и больше, что приведет не к налаживанию отношений, а к еще большему их ухудшению. Еще раз, счастье человека и его личная, личная ответственность. И счастлив человек должен быть сам по себе, вне зависимости от того, с кем он или один. Понимаете? А в вашем случае, именно в вашем случае, я говорю про вас, наверное, не проглядывается зависимость. Элементы зависимости. У вас хорошее чувство. Еще раз повторю, вы очень здорово все чувствуете. Это замечательно. Но этот момент тоже есть. Он вернет и твердит, что мы не будем вместе, он не планирует жениться, теперь не на ком, а только хочет, чтобы я устроил свою жизнь отдельно от него. Ну и чтобы не соблазняли, а он не хочет жениться, потому что либо боится опять же близости, либо понимает, что с вами никто не сравнится, а с вами он быть уже не может. Многие мужчины очень гордые, и если приняли какое-то решение, то поступиться им не могут ни за какие деньги, ни за какое обещание, ни за какие чувства, вообще ни за что. Такие принципиальные люди тоже есть, и эти принципиальные люди, и что важно военные. Как понять, а зачем? Аноним, зачем его понимать? Я вам просто просто ответил на этот вопрос, да, уже по поводу того, почему он хочет вывести замуж. Но зачем вам его понимать? Вы себя поймите. Вы поймите, почему без него вы не счастливы и ощущаете пустоту. Почему вы занимаетесь в свободное время работы? Тогда как работа должна быть частью вашей жизни. Работа должна давать обратную связь. Живую обратную связь. Искреннюю обратную связь. Она не дает. Вы, что называется, живете временной жизнью. То есть вы чувствуете, что вы временна, как будто это не так. Каждая минута, проведенная вам в этом мире, это ваше время. И вы тратите ее на пустоту. Это ваш выбор. И выборы не должны зависеть от других людей. Аноним, поймите это. Пожалуйста. Дальше. Правда ли ему настолько пофиг на меня, что если я буду замужем, он просто станет стаконом и у нас тогда ничего не получится. Больше. Опять же аноним. Это вопрос некорректный. Потому что этот вопрос, на этот вопрос знает ответ только ваш знакомый мужчина. И чтобы ответить на него, нужно поработать с ним. Мы не можем лезть в его мысли. Мы не можем отвечать за его мысли. Мы не знаем, что он чувствует. Я могу сказать, что ему не пофиг на вас. Иначе бы он так не говорил. Не говорил. Я не могу поверить в его отношения. Я не могу поверить в его отношения, что это у него не осталось чувством. Опять же, здесь дело не в том, что у вас плохого верить. Ваша проблема в том, что вы не верите в себя. Потому что вы пишите, что вы несчастливы, проживаете жить пустую и занимаете время и пустоту работой. Какими-то делами. Вот. Вы не верите в себя. И переносите потребность в этом, в вере в себя, вы переносите на мужчину. Он не встречается со мной как любовник с любовницей, которому либо просто хочется секса, либо новых эмоций. Правильно? Потому что вы для него не любовница. Иногда мне кажется, что он просто боится быть истинным со мной. У него в жизни есть только одна установка. Просто не быть со мной. Да, возможно. Возможно. Либо, может, все это мое розовые мечты. Возможно, это. Я не знаю, нужно с вами поработать. Еще раз посмотрю. Непонятно, насколько у вас вот эти вот, ваши чувства, ваши элементы зависимости значимы. Если сильно значимы, значит мечты. Если не сильно, значит правда. Но, по вашему тексту, я в принципе с вами согласен. Я согласен. Только не согласен за счет установок. Установки у него, скорее всего, другие. Установки у него, например, такие, что быть сильным. А если он будет с вами, это означает слабость. А слабым он быть себе не позволяет. Я думаю, такая установка более реальная. Но! Для вас это ничего не меняет. Для вас это ничего не решает и не дает вам. Понимаете? Могут ли ей пройти чувства у мужчины, если ты была для него девушкой мечты, его первой настоящей любовью, о которых только пишут в книгах? Да, могут. Об этом я уже говорил. Если они всего лишь остывают, если они в глубине души, значит их можно вытащить на поверхность. Ну, психолог может быть уже на поверхность. А может он просто настолько закрылся себе, что хочет вычеркнуть меня из своей жизни, чтобы забыть ту боль от безответной любви, которую я ему причинил. Да и возможно. Но, опять же, слабость это никакого значения не имеет. Теперь, когда я смогу дать ему эту любовь, если у него есть какие-то теплые чувства ко мне, то можно же воскресить отношения? Да, можно, но для этого нужно желание двоих людей. А у него такого желания нет. У него такого желания нет и поэтому, именно потому, что у него такого желания нет, это невозможно. И вам нужно, вам нужно отвечать за то, что зависит непосредственно только от вас, а не от других людей. Еще раз, вера в себя, еще раз, значит, как это сказать, ревизия своих ресурсов, да, что вот ключевая проблема, ключевая проблема, она вот в этом, что я несчастный, я проживаю жизнь пустую, специально говорю не оба, а только про вас. Я занимаю свободное время и пустоту в душе работы какими-то делами. Вот, это корень проблем. Вы не живете жизнью. Отсюда и все ваши терзания, отсюда и все ваши мучения, отсюда и все ваши проблемы. Если бы вы сшили, если бы вы получали обратную связь живую от своей жизни, от того, что вы делаете, чувства к мужчине и отношения с ним были бы менее болезненными. Понимаете? У вас есть эти шансы. Вы духовно развитый человек. Вы испытываете хорошее чувство. Видно, что вы интеллектуально развитый человек. Так направьте эти ресурсы на себя. Сделайте это и вы будете счастливы. И может быть тогда мужчина, увидев в вас перемены, захочет с вами блять. Что знает. Но делать нужно что-то для себя в первую очередь. Братья, у меня нет ощущения, что вы себя любите. У меня нет ощущения, что вы заботитесь о себе, что вы цените свое время, свои силы, свою энергию. У меня нет этого ощущения. Поэтому мужчина не ценит вас. Он не хочет быть для вас источником счастья, потому что он сам не является таковым для себя. Не является таковым для себя, он не может быть им для вас. В долгосрочной перспективе, конечно же. Понимаете? Вот и все. Можно еще многое сказать, наверное, но мне кажется, что дальше уже будет совсем какие-то лютые предположения. Поэтому давайте мы, наверное, на этом закончим. Вот. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! 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 Удачи!